С нами в эфире Герман Рожбилович Захарияев, президент фонда СТМЭГИ, благотворительного фонда, и вице-президент Российского Еврейского Конгресса. Тот самый человек, от которого я впервые услышал идею несколько лет назад о том, что 9 мая, День Победы, должно зайти в еврейский календарь, где, надо сказать, до этого примерно 1200 лет ничего не менялось. Идея была совершенно невероятной, потому что, ну, не бывает так. Это событие абсолютно эпохальное, историческое, чтобы пробить его, нужны были, казалось, совершенно невероятные усилия, и оказалось, что это возможно. При этом это оказалось возможным, несмотря на все то, что у нас сейчас в отношениях с нашими западными коллегами, и санкционный режим, и большая часть тех высших авторитетов раввинских, которые с этим дискутировались, вообще-то люди, живущие в странах Запада, о каком 9 мая, о какой Дне Победы могла бы идти речь. Ничего подобного. 26 яра на сегодняшний момент этот вопрос решен. Это всемирный еврейский День Спасения и Освобождения, и это то самое 9 мая, без которого никаких евреев бы, скорее всего, не осталось, потому что если бы победил Гитлер, то, вообще-то говоря, ни нашей страны бы не было, никого бы Израиля не было, и евреев бы тоже никаких не было. Только мало кто это сегодня понимает. Герман Рожбилович, здравствуйте. Добрый день. Поскольку у нас по еврейскому плавающему лунному календарю 26 яра, 11 число, ну вот начнется сегодня вечером, третья звезда выйдет, то мы сегодня об этом как раз и говорим. Как удалось-то? На самом деле ведь какой-то пятый год, когда все проходит. Что происходит сейчас в этом направлении? Ну, я могу, во-первых, всех евреев мира поздравить с тем, что 7 мая в Книце Израиля официально уже принят закон о внесении Дня Спасения и Освобождения. То есть 26 яр уже официально с этого года будут праздновать в Израиле как второй День Победы. То есть 9 мая это то, что по Григорианскому календарю, а 26 яр это по еврейскому календарю. И как раз 7 числа единогласно все депутаты были за того, чтобы приняли этот закон. Я что-то не очень помню, чтобы там единогласно где-то по какому-то поводу вообще были голосовать. Да, я с вами вполне согласен. Как раз когда мой помощник Давид Мордохаев позвонил, сказал, что все, закон одобрен. Я был, знаете, как счастлив. А знаете почему? Потому что какая наша задача была, даже вот 4 года назад, 5 лет назад. Это то, что донести до всех и оставить эту дату для нашего будущего поколения. Вот этого мы хотели, лично я сам. И с Божьей помощью это удалось. И как раз сегодня тоже у нас будут, пройдут молитвы во всех, во всех синагогах пройдут молитвы. И во-вторых, вот центральная молитва это будет в Архипово и там... Харольная синагога. Харольная синагога, да. Специально, вот, чтобы участвовать на эту молитву, приехал главный раввин Израиля, Давид Лау. Вот, он тоже будет участвовать. Ну, пройдут большие мероприятия. У него же своя история Холокоста. На самом деле он один из тех детей, которых спасли в Холокост. Но у нас, по-моему, нет ни одной семьи, которая не потеряла бы кого-то во Вторую мировую войну на фронте или в тылу. Ударила так, что не случайно эти 6 миллионов погибших евреев такая очень приблизительная цифра. Но я, честно говоря, не ожидал, что это удастся провести на мировом международном уровне. До такой степени, без каких-то криков о том, что это связано с подрывной работой Москвы. И потому, что 9 мая, и вдруг все прошло. Да, конечно, да. Если честно, многие этому не верили. Но, когда, знаете, когда Бог благословяет что-то, то это происходит. Это, в первую очередь, я вижу, благословение Бога. Потому что, ну, до этого и многие говорили, а где мы были, а почему мы не знали, а почему мы не говорили об этой дате. Ну, наверное, вот когда мы обращались ко всем, это именно настал тот период и то время, когда уже нужно было говорить. А сегодня, тем более, когда уже приняли этот закон, это уже действительно вот и в Израиле, и религиозные все евреи тоже поняли о том, что, да, действительно, мы должны этот день вспоминать и молиться. Вот пройдут там многие, ну, будут прочитать многие молитвы, там, псалмы будут читаться. А что касается, вот, да, действительно, вот папа, этот, Давид Лаву, был в Холокосте, то есть, действительно, он очень много потерял, там, своих, там, дедушку, бабушку, там, своих родных многих. И, ну, как бы, к большому сожалению, многие потеряли. Может, поэтому никто на самом деле из религиозных авторитетов и светских политиков и не возражал, что у всех есть память о бабушках, о дедушках, о родителях? Это всех затронуло. И, может, это вообще последнее поколение, которое до такой степени помнит войну? Да, я с вами вполне согласен. Ну, для их внуков это уже будет история, мало ли, что там было сто лет назад. Вот для нас это пока же еще не так. У каждого есть какой-нибудь дедушка, который пришел с фронта или кто-то, кто погиб. Да, конечно. Редкая ситуация, невероятная ситуация, когда это удалось, ну, в общем, при практически полном консенсусе. И при том, я вот слушал, что говорили представители израильского правительства 9 мая внутри Израиля о тех парадах, которые пройдут сейчас с ветеранами. И вот сегодня мы можем подвести итог. Там прошли ветераны вместе с министрами во всех городах Израиля. Перед Кнессе там был парад. Вот не случайно к нам на День Победы премьер-министр израильский приехал и вместе с Владимиром Владимировичем зашел и к Вечному Огню. Это было абсолютно уникальным событием. И как-то все вместе сошлось ровно потому, что время такое еще помнят. Через 10-20 лет кто знает, что будет. Ну, уйдут эти старики, они же не вечны. Я боюсь, что тогда очень сложно будет объяснить тем, кто придет им на смену, что на самом деле такое было 9 мая. Это же никто уже не будет лично сам помнить. Сегодня, как я понимаю, с утра прошла конференция. Да. На эту тему. Да, сегодня у нас была конференция. Это, в первую очередь, была связана к двум важнейшим датам для еврейского народа. Это первое, то, что 70-летие независимости государства Израиль. А второе, это 26 ияра. День его спасения и освобождения. И были очень многие гости. Была министр науки и образования Ольга Юрьевна. Были там депутаты, были разные. Но основное и самое главное, чтобы было очень много молодежи. Молодежи, которые как раз мы, лично я сам хотел, до всех донести. И чтобы вот те, кто будут с турбуны выступать, чтобы они тоже донесли о важности. Важности дня 9 мая и 26 ияра. И они очень внимательно все слышали. Что это было очень интересно им тоже. Ну, я знаю, что у нас на День Победы 9 мая, вот в этом году впервые поехала большая группа молодых людей в Израиль. С тем, чтобы пройти там вместе с израильскими ветеранами в одном строю, в те самые парады, которые там проходили. Ребята вернутся, наверное, на следующей неделе. Вот будем с ними говорить о впечатлениях. Но это то же самое пошло, что пошло с бессмертным полком, который внезапно оказывался мирового уровня движением. И в Соединенных Штатах, и в Европе, и на дальних каких-то рубежах пошли люди с портретами родственников. В России вообще-то больше 10, почти 10,5 миллионов человек прошло. Как-то память о войне и память о погибших не уходит. Она, скорее, только крепче. Нет, она и не должна уйти. Потому что тот, кто забывает прошлое, у него нет будущего. А мы всегда должны вспоминать то, что было. Вот эта война именно, отечественная война, она, к большому сожалению, очень много потерь было. Не только там, не только среди евреев, но и среди всех народов мира. И эту дату, конечно, нам нужно всегда вспоминать. Но что интересно, то, что вот как после того, как мы уже официально вот этот 26 яяр внесли в еврейский календарь, что меня радует, что вот уже вот в некоторых, ну, то есть в мусульманском, например, календаре тоже уже начинают. То есть они тоже начинают праздновать вот День Победы и уже вот как бы, да, вот по-своему, то есть имеется в виду то, что они тоже оставляют эту дату, чтобы она осталась века. Это тоже радует. Даже наши мусульмане завели эту тему? Да, скорее всего, скорее всего. Как раз вот сегодня у меня была информация, что вот мусульмане тоже взяли эту эстафету. Но это меня радует, потому что вот именно вот задача была, чтобы эта дата, она оставалась века. А так она и действительно будет. На самом деле удивительная тема, которая так действительно божьим попущением могла пройти. Я не знаю любого другого вопроса, по которому у евреев мог быть консенсус. Идея того, что это произойдется еще и на мусульманский религиозный календарь, ну, честно говоря, даже и не предполагал. Хотя очень многие воевали и очень многие погибли на фронте из представителей Советского республик и Центрально-Азиатских, и Закавказья, и внутренних российских провинций. Масса была и героев Советского Союза. И понятно, что для людей это, пожалуй, может быть единственное, что вообще объединяет всю территорию бывшего СССР. Вот эти самые ветераны с их орденами старенькие уже на самом деле. Но пока еще, к счастью, живые. Да, вот сегодня как раз на конференции был чрезвычайный полномочий посол государства Азербайджана в России, господин Палат Блюбилоглой. На что он рассказывал, сколько человек воевал во время войны с Азербайджаном. И вот сколько было героев азербайджанцев. И какие вот благодаря азербайджанцам какие города были освобождены. И если честно, для меня тоже, я вот такие цифры, я слышал, которые для меня были как бы сначала вот как бы, да, вот. Я раньше не знал, но действительно вот было то, что вот как бы, да, вот история, да, вот где-то, например, вот что-то есть, да, вот. А когда не рассказывают, да, вот люди этого не знают. Но вот именно вот эта конференция, да, вот на этом плане, когда происходит, она хорошо из-за того, что вот молодые ребята, слушая вот такие информации, для них тоже это как бы, да, вот как бы как. Ну, и лично для меня это большая гордость, что я человек, который вырос в Азербайджане. И такие были достижения и успехи вот среди азербайджанского народа. Совершенно необычная тема. Мы вообще не очень привыкли друг другу рассказывать, у кого какая республика, чем была славна в Москве в советские времена. Вроде как это в местных еще традициях было, на федеральный уровень это никогда не выходило. Потом взяли, разошлись по разным квартирам. Вообще это никого, особенно в 90-е годы, не интересовало. Потом возникли у массы народа претензии друг к другу, республики в сложных режимах живут. Ну, очень хорошо, что хотя бы здесь поднялась какая-то идея. И Палат Бельбеля-Аглы больше известен как знаменитый певец, и он на самом деле очень хороший дипломат. А в истории он же тоже очень хорошо разбирается. Так что большое спасибо за то, что рассказал. Жалко, что кроме Азербайджана пока еще не слышно всех остальных. Чего у них было в войну? Ведь в каждой республике были свои герои, и их было огромное количество. Воевали-то все. Да, конечно. Ну, я думаю, что, наверное, каждый свою историю рассказывает. Но я сторонник того, чтобы именно перед праздником 9 мая, чтобы были много таких конференций, такие вот круглые столы, но с привлечением молодых ребят. И чтобы каждый, вот, в каждой нации, да, вот, или, чтобы они рассказывали о подвигах тех былых времен, которые было. И чтобы это, как бы, да, вот, дал стимул и молодым ребятам, во-первых, то, чтобы они никогда не забывали то, что было. И, во-вторых, и, во-вторых, всегда хорошо подравняться под каким-то, вот, героем, да. Это же, это же, вот, как бы, жизнь так поставлена, что у каждого человека есть свой кумир, у каждого человека есть свои, там, герои. И когда они знают ту или иную историю, да, они, вот, начинают, вот, как бы, подражать того или другого, вот, своего, там, героя или, там, лидера. У нас еще, ведь, на самом деле, очень мало того, что нас объединяло в истории. Ну, что общее было, на самом деле, у всех тех, кто жил на территории бывшей Российской империи, потом Советского Союза. В общем, пожалуй, может быть, первое, что было, это был День Победы. И потом, ну, Гагарина в космос запустили. Это был такой день, который был праздничным для всех. И, пожалуй, ведь все. Ну, может, не прав, но... Ну, я думаю, что нужно акцентировать именно, вот, именно, вот, то, что День Победы. И я считаю, что это неправильно, когда, вот, когда, вот, проходит большой парад в России. И, вот, в параде участвуют только одни или две лидеры, вот, государства. Я думаю, что правильно, потому что, вот, ну, воевали-то в Советском Союзе и были же из всех, из всех республик. А почему бы, вот, как бы центральную, вот, центральную, вот, место не делать именно, вот, именно, вот, Москву, да, где парад происходит, чтобы, вот, вот, в эту, в эту дату, чтобы была, вот, какая-то, вот, ну, не скажу, что встреча, Но, скажу, что, вот, как бы памятную дату его все больше и больше поднимать наверх. Разошлись очень далеко, к сожалению, пожалуй. Были же дни, когда у нас, я помню, на 50-летие Победы приезжало очень много руководителей государств. У нас в свое время и американцы были с англичанами. В эту годовщину приехал лидер Сербии и лидер Израиля. Ни одного руководителя бывших, братских, советских, социалистических, а теперь не социалистических и не советских, но отдельных государств ни одной республики ведь не было. У каждого свои дела, у каждого свои проблемы, у каждого свои отношения. Ну, мы знаем, какие отношения между Арменией и Азербайджаном. Тут тяжелейший конфликт, и он очень и очень надолго. Мы прекрасно понимаем, что в Средней Азии очень сложная ситуация. Прибалтика. Ну, кто, приедут прибалтийские президенты? Боюсь, что нет. В этом плане хорошая идея, потому что Москва тут напрашивается. В конце концов, это же столица общего государства была. Оно может нравиться, не нравиться, могут быть сложнейшие отношения. Но при этом я не очень понимаю, как в Москву приедет Порошенко, лидеры прибалтийских республик, по крайней мере, сегодня. Может, завтра, послезавтра это изменится? Ну, я думаю, что есть те даты, в которых политка не должна быть главной. Понимаете, вот ради уважения вот тех предков, ну, тех старых, которые воевали. Вот нужно вот эту политику ставить в сторону, да, и быть ближе друг к другу. Наша общая цель, вот вообще человечество какая? Чтобы был мир. Но чтобы был мир, мы сами должны его создавать. А чтобы создавать, нужна вот какая-то вот сближение и какая-то вот дата, ради которой можно собраться. А почему бы вот действительно вот именно вот на эту дату не собираться в Москву и просто вот оставить политику в сторону и вспоминать то, что было вот. И чтобы этого больше не повторилось. Все-таки лучше, когда, знаете, как один кулак, когда все вместе, да? Это же всегда хорошо. Ну, конечно, у каждого своя... Ну, просто это мои мысли, я бы желал, чтобы такого было. Это здорово, но жизнь на практике заставляет политиков заниматься именно и только политикой. Встать над политическими разногласиями могут очень и очень немногие из них. Встать над текущими конфликтами, ну, совсем уникально. Это должны быть уже очень серьезные государственные деятели. А все-таки политик и государственный деятель — это разная профессия. Мы видим это и по постсоветской нашей истории. Политиков очень много, государственных деятелей куда как мало. Ничего с этим не сделаешь, наверное, так оно и построено. Так, это к большому сожалению. Ну, а что теперь? Вот у нас приехал Нитаниегу, при этом не успел он вернуться. Ну, достаточно жесткий конфликт с иранскими войсками на территории Сирии. Сегодня с утра большие ракетные обстрелы, 20 ракет выпущено с Сирией иранцами по территории Израиля. Обратный очень серьезный удар. При этом Россия делает все, что может, чтобы развести в разные стороны по углам ринга Тегеран и Иерусалим. И не получается ничего, потому что внутренняя политика в Иране такова, что она по определению проецирует агрессию. И значит, будет соответствующий ответ. Единственное, что хорошо, что у нас полная координация на сегодняшний день между Москвой и Иерусалимом по ситуации. Мы были предупреждены об этом, и все к происходящему были готовы. И тем не менее, я знаю просто, что и политическое, и армейское руководство пытается очень серьезно повлиять на иранскую сторону с тем, чтобы как-то военный конфликт был заморожен и постепенно, может быть, перестал активизироваться. Но пока это не получается, в том числе и за внутренней иранской политики. И мы ничего здесь сделать не можем. Мы же не можем изменить расклад в иранской элите, чтобы силовые ведомства не конфликтовали с президентской командой и не доказывали каждые пять минут и президенту Рухани, и сами себе, что они в стране главные. А результатом этого военный конфликт. Другое дело, что, может быть, действительно первый раз за всю послевоенную историю Москва здесь пытается поддержать баланс сил, они становятся на одну какую-нибудь сторону. Поэтому переплетено все, и память о прошлом, и попытки наладить какое-то мирное существование, и одновременно военный конфликт, который очень жесток, а без нас был бы куда более тяжелым. Но сейчас у нас новости. Передаем слово новостному блоку. От двух до пяти. Мы вернулись в эфир, и мы продолжаем говорить о сюжете, связанном с 9 мая, с Днем Победы, абсолютно уникальным в истории и в истории еврейского народа в первую очередь. Внесение Дня Победы 9 мая в качестве 26 яра по еврейскому календарю в еврейский календарь. Причем тут специфика. Во-первых, если дата вносится в еврейский календарь, так же получилось, то она празднуется во всем мире. Она не празднуется только в пределах Российской Федерации, бывшего Советского Союза. Но так уж у нас это работает на протяжении последних нескольких тысяч лет, и, видимо, работать и будет. Это значит, что во всех синагогах всего мира будут отмечать эту дату. Во-вторых, календарь у евреев религиозный. Опять же, так получилось. Потому что в те времена, когда календарь закладывался, ну, нерелигиозных людей на планете-то вообще-то не было. Ни у кого в мысли не возникало, что существует какой-то календарь, оторванный от религии. И это опять-таки означает, что он практически вечен. Ну, по крайней мере, пока есть кто-нибудь, кто помнит на эту тему, что есть евреи и еврейский народ. Поэтому в календаре у евреев отмечаются даты, связанные с Древним Египтом. Отмечаются даты, связанные с Древним Вавилоном или Осирией. С Древней Персией. С Римом. С эллинистическими государствами, с пост Александра Македонского временами. Вот та же самая Ханука. И на самом деле, в постримский период, вот после восстания Барковбы 132-135 годы нашей эры, никаких дат в еврейский календарь не вносилось. Римская империя была последнее, что евреи отмечали. В этой ситуации, ну, и дальше связано уже с государством Израиль. То, что вводится дата 9 мая 1945 года, кстати, до государства Израиль, за три года до возникновения государства Израиль, которое возникло в мае 1948 года, было объявлено, и дальше уже в 1949 году, после окончания войны за независимость, государство возникло. Вещь абсолютно уникальная и абсолютно вечная. Если говорить о названии, почему День Спасения и Освобождения, а не День Победы? Как предлагали же, были же и такие голоса, которые говорят, да просто День Победы, ну вот День Победы, День Победы. Да, как раз, когда в Книсите пошло обсуждение о том, чтобы утвердить эту дату, на что Яд Вашем был категорически против. Ну, это музей, который в основном занимается Холокостом. Они были категорически против, чтобы было названо День Спасения и Освобождения. Они хотели, чтобы это было как День Победы. На что религиозные евреи, они сказали, нет, как мы можем, как народ, который 5-6 миллионов людей, и будет его отмечать как День Победы. Мы именно в этот день освобождались, спаслись и освобождались. Поэтому, как бы, вот именно вот, вот от этого и взято вот это, вот это слово, да, вот спасение и освобождение. Вот, а вот 26-й Яр, это религиозное отражение 9-го мая. В основном, еще раз говорю, то, что вот в этот день, вот этот день будут во многих и во всех синагогах пройдут молитвы в память тех погибших, тех, кто умерли, вот, можно сказать, что вот просто вот в этих Холокостах, да. И еще это молитвы, благодарность Богу Всевышнему за то, что вот как бы мы спаслись. Я, если честно, я вижу в этом Божью руку, да, вот то, что вот мы спаслись, потому что все знают, вот, именно в те времена немецкая Германия, ну, какая она сильна была. То есть во всех позициях. Даже вот когда, вот если посмотреть историю, в 41-м году, когда только началась война, они-то думали, что через 3 месяца уже все, уже захватили полностью Советский Союз. А когда изменилось все? В 42-м году, когда уже вот до 42-го года немецкая фашистская Германия, она только двигалась вперед, захватывая все больше и больше городов. Но уже в 42-м уже произошел перелом, это перелом времени. И это именно тогда, когда началась вот первая, первая вот, когда уже начали людей сжигать в канцелях. То есть практически они вмешались в босское дело. То есть как можно людей сжигать в этих камерах? Вот на что, на что, как написано во многих вот псалмах, когда вот Бог видит, что вот как бы наказывает его народ, и он просыпается и защищает вот свой народ от того или иного беды. Вот здесь то же самое. Но да, благодаря Красной Армии была эта победа. Но в то же время, я считаю, что я уверен в том, что Божьей помощи тоже было много. А я не очень понимаю, как это разделить. В конце концов, кто сказал, что Господь Бог не может стоять на стороне Красной Армии. Концлагеря ведь в основном освобождала красные, советские солдаты. И концлагеря, и гетто, и все те места чудовищных преступлений, где погибло большая часть из этих самых шести миллионов евреев. И Свенцим, и Майданек, и Сабибар, и Треблинка. Там перечислять можно бесконечно много. Да, была пара концлагерей, которые успели занять американцы. Но в основном, абсолютное большинство тех, кто был спасен, были спасены благодаря наступлению Красной Армии в конце войны. Другое дело, об этом часто не вспоминают, и вспоминать как-то не принято. Но ведь со знаменитой телеграммой из Швейцарии доктора Риглина Всемирному еврейскому конгрессу были попытки упросить президента Рузвельта и премьер-министра Черчилля ударить хотя бы по подъездным путям к лагерям смерти. Разбомбить их с тем, чтобы туда перестали идти эшелоны, с тем, чтобы остановились газовые камеры, остановились печи. И, к сожалению, ни одного такого налета американские и британские на летающие крепости не совершили. Это тоже история, и она хорошо известна. Потому что было сказано, что боеприпасы необходимы для борьбы с Третьим Рейхом, с его обороной, а не для других целей. Более того, и корабли от берегов Канады, от берегов Соединенных Штатов, от берегов Кубы, которая тогда была некоторым внешним территориальным управлением Соединенных Штатов. Корабли с беженцами из Европы отправлялись обратно в Европу. Отправлялись обратно в Европу, потому что у беженцев не было виз. И у них не было виз. Их отправляли в концлагеря, и там они погибли. Вчера канадский премьер-министр Трюдо принес извинения еврейскому народу вот за один из таких кораблей. Это было страшно. Люди уже были в виду берегов. Они уже понимали, что вот они спасены. И говорили, а визу у вас есть? Нет? Ну, езжайте в свою Голландию, в свою Чехию. Хотя они знали, что происходит в Германии. Там же фашисты. Хотя они знали, что происходит. Так никого не волновало, на самом деле. И чиновников это не волновало. И только в конце 1944 года, когда было понятно, что война выиграна. Выиграна она уже Советским Союзом. Да, какой-то Третий фронт в Италии существует. Еще не открыли Третий фронт во Франции. Рузвельту доказали, что он плохо у него будет с имиджем как-то после войны. Как-то очень плохо будет у демократической партии. Надо отменять закон, ограничивающий эмиграцию из Европы. Ведь была квота, которая давала возможность в Америку въехать людям из Австрии, люди из Германии. Эта квота не была выбрана даже на четверть. Это тоже известно. И не случайно поэтому празднуют евреи отмечают 9 мая. Потому что они хорошо помнят, как Рузвельт закрыл въезд в Соединенные Штаты. Его просили об этом нескольким десяткам тысяч еврейских детей. Маленьких детей. Не более чем. Ну, дети въедут. Ладно, квоту вы не выбрали. Ну, может, детей не в костер. Он сказал, сказав, что они вырастут и будут на рынке труда конкурентами американским рабочим. А у нас тут кризис. Эти дети погибли. Сейчас у нас минута погоды. А потом продолжим. Мы говорим сейчас в эфире, заканчивается наш эфир. Но, тем не менее, минуты семь у нас осталось. О Дне спасения и освобождения. 9 мая в еврейском календаре. Которое увело этот праздник, День Победы, в общем-то, в вечность. Потому что, ну, как минимум. Мы не знаем, что будет через 10 или 100 тысяч лет. Но за следующее столетие или пару точно тысяч лет мы ручаться можем. Все-таки еврейский календарь несколько тысяч лет держится. Причем ситуация, которую мы описываем, пробитая по инициативе моего собеседника Генриха Захаряева, его фонда СМЭГи, с внесением Дня Победы во всемирный, в мировой еврейский религиозный календарь. Уникально, потому что, ну, опять же, мы редко это вспоминаем. Но мы победили. Вот конец войны. Вроде бы, да, ура. Мы союзники, американцы, французы, англичане. Мы, ну, уж какие французы победители, это отдельно. Но Сталин хотел, чтобы Дегуль был победителем. Он был внесен в этот список. И как-то принимал удивительным образом тему капитуляции Германии. Хотя Германия как раз спокойно сдалась французам, уж скорее Польша сопротивлялась. Но немедленно после этого, это мало кто помнит, Черчилль начал разрабатывать операцию удара по Советскому Союзу. У него были идеи о том, что нужно остановить на границе Польши Советский Союз. Надо отсечь Красную Армию на Балканах. Надо воевать, надо поставить под ружье 10-12 дивизий из немецких военнопленных со штатным оружием. И единственное, что все это остановило, это то, что у Красной Армии был абсолютный перевес, кратный. Не разовый, а именно кратный. Там под ружьем порядка 170 дивизий. Над всеми, кого Черчилль намеревался сюда подверстать. Что планы подвязать под это американцев перед ударом нашим по Квантунской Армии были абсолютно бессмысленны. Американцы понимали, что Япония не будет разгромлена, если Сталин не ударит по сухопутной Квантунской Армии. А тогда с Японией ничего сделать было бы нельзя. И все это не удалось. Но планы были. Они рассекречены. Они известны. Известно, сколько кого с подружьем собирались вставить. В этом плане, ведь мы сегодня говорим, через десятилетия после войны, через 70 лет после основания государства Израиля, вот как раз в этом году. Мы сегодня говорим про Холокост. В 40-х годах о нем не говорили, да и в 50-х не говорили. И нацистские преступники же были освобождены. Даже те, кого посадили, а их было очень и очень немного. В частности, в западной зоне оккупации. Да их было очень немного. Больше того, тогда ведь и День Победы не праздновался. Ну, у нас же не было парадов. День Победы, по-моему, до 60-х годов, ну, как-то никому и в голову не приходило. С годами приходит осознание того, что это было. Что если бы вот мы не победили, то победа фашистской коалиции была бы абсолютной катастрофой. Это пришло с годами. Точно так же, как пришло с годами осознание Холокоста. Точно так же с годами на территории нашей страны пришло это. До 91-го года у нас же о Холокосте не говорили. У нас были советские граждане, убитые фашистами вместе с остальными советскими гражданами. Избирательное уничтожение евреев и цыган. Ну, несколько книг, посвященных этой теме, было про концлагеря. И всё. Это же тоже факт. Более того, я прекрасно помню, как под застройку должен был идти Бабий Яр. Просто жилыми домами. И когда пошёл оползень, и плывун поглотил жилые дома, и была масса человеческих жертв, это уж если говорить о Божьей воле, то тогда люди-то сказали, что, наверное, Боженьке не очень хочется, чтобы люди жили на костях, на могилах. Я очень хорошо помню, как в 80-е ещё годы поисковые экспедиции ходили по Советскому Союзу, по зоне оккупационной, и искали места массовых расстрелов, и находили на этих местах огороды, общественные туалеты, стадионы, места застройки. Это страшное кощунство, но это же было и было ещё совсем недавно. Это тоже факт. Это факт уж совсем нашей недавней истории. Когда считалось, что отдельно выделять нельзя. Ну да, Гитлер, конечно, охотился за евреями, да ещё и чуть-чуть цыган уничтожать было велено. А в основном всё-таки нельзя разделять. Слишком много евреям будет, говорили в украинском тогдашнем ЦК. Чего это их тут у нас отдельно выделять? Сегодня мы видим возрождение бандеровской идеологии. Просто всё идёт параллельно. И фашизм, и антифашизм, и память о погибших, и попытка возродить идеологическое движение тех, кто их уничтожил. К сожалению, это на наших глазах происходит. Я именно поэтому говорю. Блестящая, благородная, замечательная идея, Германа. Если бы хотя бы лидеры постсоветских республик могли в День Победы встретиться друг с другом, и на этом параде Победы просто встать рядом и понять, что не должно такого быть никогда. И, может быть, внутренние военные конфликты на территории Советского Союза – вещь абсолютно неправильная и недостойная. Но они же есть. И выясняется, что государственных лидеров мало, а все – политики. Или почти все. Ну, очень жалко. Но факт пока таков. У нас есть сегодня в еврейском календаре, значит, это вечно. День спасения и освобождения. День, когда евреи, уж которых точно бы уничтожили в эту войну, если бы не Красная Армия, говорят спасибо, спасибо Красной Армии, спасибо тем, кто спасал их и спасал мир от фашизма. Почему евреи? А трудно сказать, почему евреи. Ну, наверное, народ такой специальный. Почему эта идея родилась на территории нашей страны? Так произошло. И это удалось пробить. Так что огромное спасибо и фонду Смеги, и в первую очередь Ван Гермар-Муражбиловичу. Спасибо вам тоже. С нами был Герман Захареев. Мы говорили о Дне спасения и освобождения. Спасибо. Хорошего дня. От двух до пяти. Субтитры подогнал «Симон»!